Это торговая точка по улице Ленина – один из ярких примеров превращения из магазина в кафе. Достаточно поставить пару незрачных столиков и выставить на витрины пирожки и салаты в пластиковых контейнерах, и точка общественного питания готова. Но существует ряд норм и правил, которые действуют как для кафетериев, так и для любого вида подобных заведений. Для входа посетителя изолированный вход, то есть они не должны перекрещиваться с работниками. Потом должно быть место для снятия верхней одежды, для верхней одежды обязательно. Наличие водоснабжения, канализации, горячее водоснабжение для мытья рук посетителей, то есть отдельный санузел для посетителей, он не должен быть общим с персоналом. И в таких местах общественное питание, то есть алкогольные продукции продаются на разлив. Речь о продаже алкоголя шла на круглом столе в нефтекамском филиале БГУ. Студенты обсуждали создавшуюся ситуацию. После вступления ряда поправок в 171 федеральный закон торговать спиртным в магазинах после 11 вечера и в киосках в любое время суток запрещено. Предприимчивые владельцы торговых точек нашли выход, поменяли статус на общий пит и теперь продают пиво и водку в круглосуточном режиме. И так сделали многие мелкие магазины, причем на вполне законных основаниях. Многие виды деятельности носят уведомительный характер. То есть вот на сегодняшний день кто-то открывает свое предприятие, он дает уведомление у управления Роспотребнадзора, город Уфа. Там есть формы, то есть суть заключается в том, что он уведомляет, что он начал работать таким-то видом деятельности и что у него все соответствует требованиям санитарного законодательства. И вот это предприятие мы не имеем права проверять, вернее мы имеем право проверять не раньше, чем через три года с момента его официальной регистрации. Обратить пристальное внимание на условия работы баров и кафе в этом случае могут рядовые жители и письменно обратиться в Роспотребнадзор в случае выявленных нарушений. Помимо псевдообщепита в городе появилось множество так называемых пив-баров. Почти все они расположились на первых этажах жилых многоквартирных домов, что создает проблемы и неудобства жильцам. К тому же о соблюдении санитарных норм и правил тоже не приходится говорить. Перчень предоставляемых услуг общественного питания зачастую не соответствует требованиям. Это также относится к тем же пив-барам, те же закусочные, где нет обширного меню, которое бы предоставляли именно услуги общественного питания. Их основная задача продавать алкогольную продукцию. Эту тему учащиеся Башко с университета выбрали не случайно. Некоторые студенты уже не первый год работают на совершенствовании законодательства. Причем как республиканского, так и федерального. Например, Юлия Даблетгараева вошла в список победителей регионального конкурса законотворец. Если ее проект примет депутата Курултая, а в последующем и Госдумы, алкогольную продукцию нельзя будет использовать в качестве подарков или поощрений. Чем, кстати, пользовались некоторые предприниматели, чтобы не потерять коммерческую выгоду. Считаю, надо не только вводить запретительные меры, но и активно немножко менять сознание людей. И желать это стереотипы положительного отношения к алкоголю. В принципе, в результате выйти на то, чтобы человек сам понял, что ему алкоголь в принципе не нужен. Он может прекрасно это заменить. А человеку трезвому он всегда найдет себе альтернативу. У трезвого человека только одна проблема. Не как убить время, а где найти время, чтобы заняться какими-то делами для семьи, для работы, для государства. В ближайших планах студентов БГУ внести на рассмотрение депутата местного совета несколько предложений об ограничении продажи алкоголя на территории города. Анна Сазыкина, Артур Мирзагитов, информационная программа «Ежедневник».